Я приветствую всех на нашем канале. Сегодня я расскажу вам о том, как правильно приготовить зеленое удобрение. Зеленое удобрение в нашем садоводстве, особенно в органическом садоводстве, это, наверное, одно из самых главных удобрений, которое мы используем на протяжении всего сезона. Оно не только богато различными веществами, которые необходимы растениям для нормального развития, но и различными микро- и макроэлементами. Для изготовления его мы используем все растительные остатки. Скосили ли вы газонную траву? Годится. Вырвали ли вы ростки малины? Отлично. Они очень богаты различными веществами. Крапива – это просто вся таблица Менделеева. Единственное условие – обязательно от корней. Вот корешки не надо. И если у вас попадается вот так земля, это тоже прекрасно. Пусть она будет. В земле содержится очень много различных микроорганизмов, которые приносят только пользу, а никак не вред. Поэтому земля годится. Оставляем, не отряхиваем ее. Корни только убираем и все. Основная задача, конечно, это измельчить. Вот весь этот растительный материал мы должны его измельчить. Вот у меня ведро. Мы заполняем его на три четверти объема. Чтобы процесс брожения шел достаточно быстро, вот сюда я добавляю маленький шматок сена. Сено содержит ту самую сенную палочку, которая быстро идет процесс вот этого формирования качественного удобрения. Мы ее тоже сюда складываем. Все мы это заливаем водой. Обязательно приготовьте крышку. Для чего нам нужна крышка? Во время процесса брожения будет выделяться большое количество азота. Для того, чтобы вот этот драгоценный азот не исчезал, для этого мы должны обязательно прикрыть крышкой. И ставим мы на брожение на 5-7 дней в теплое место. Если у вас есть теплица, отлично, вставьте в теплицу. Или же, если у вас нет, то вставьте в сарай или в какое-то другое помещение, где темно и тепло. Это вот будет тот самый момент, когда у вас быстро и качественно произойдет процесс брожения. Раз в день, может быть два раза в день, три раза в день. Насколько у вас позволяет ваше время, помешайте ваше удобрение буквально любой палочкой, мешалкой. Емкость обязательно мы должны использовать или эмалированную, или вот такую пластмассовую. Ни в коем случае не железную, так как процесс окисления может произойти очень быстро. Заливаем водой. Вода не хлорированная, вода должна быть не ледяная, а такая теплая. Знаю, что некоторые садоводы-долгородники добавляют иногда сюда ложечку сахара, для того, чтобы быстрее шел процесс брожения. Или же немного изюма, для того, чтобы процесс брожения шел еще быстрее. Ну, это, как говорится, уже на любителя. Зеленые удобрения Зеленые удобрения – это действительно просто эликсир жизни для всех растений. Он не только их питает, но и вы увидите, даже вот слабо изможденные растения просто на глазах будут приобретать ту самую жизненную силу. Мы все приготовили. Дальше мы накрываем крышкой, как я уже сказала, и ставим в теплое место 5-7 дней. Удобрения потом мы используем 1 литр на ведро воды и проливаем все растения.